Сенатор Ольга Тимофеева прокомментировала строительный ажиотаж в Ласпе. В интервью нашему телеканалу она пояснила, какая судьба ожидает строения, которые сейчас ударными темпами возводят владельцы земельных участков в Можжевеловом лесу. Как построили, так и будут сносить. Потому что особо охраняемая природная территория – это не просто уже пожелание наше, это поручение президента, которое должно быть исполнено в полном объеме. И этот вопрос находится на контроле как в администрации президента, так этот вопрос контролирует Общероссийский народный фронт. Напомним, в сентябре Общероссийский народный фронт опубликовал заявление о том, что считает неисполненным поручение президента России о разработке комплекса дополнительных мер по обеспечению соблюдения ограниченного режима хозяйственной деятельности на территории памятника природы регионального значения заповедное урочище Скалы Ласпи. Позиция правительства города, неоднократно подвергавшаяся критике, остается неизменной. Сначала нужно решить вопросы с владельцами участков, а уж после заставать заказник. Срок исполнения поручения прошел 1 августа. Затем, после рассмотрения вопроса, полномочным представительством президента перенесен на 20 ноября. Все прояснится очень скоро, уверена Ольга Тимофеева. Посмотрим, насколько правительство города Севастополя готово исполнять поручения президента и насколько они независимы и не аффилированы с нашими местными царьками, которые себя рассматривают выше российских законов. В Севастополе начались работы по благоустройству центра города. Накануне выходных в районе художественного музея имени Крошицкого и морской библиотеки рабочие вскрыли тротуар. По информации департамента городского хозяйства правительства Севастополя, исполнитель работ общества с ограниченной ответственностью СССР, сумма контракта чуть менее 10 миллионов рублей. Срок исполнения – 31 декабря 2017 года. В департаменте отметили, предусмотрены работы по ремонту тротуарной плитки, выравнивание уровня плиточного покрытия, замена поврежденного, частичные замены асфальтового покрытия на тротуарную плитку, а также ремонт и замена бордюрного камня. Пассажирское судно «Катер» на подводных крыльях нового поколения «Комета-120М» спущено на воду судостроительным заводом «Вымпел» в Ярославской области. Планируется, что с весны следующего года «Катер» будет ходить по маршруту Севастополь-Ялта. В перспективе завод планирует поставить около 20 аналогичных судов, которые будут курсировать в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По морской традиции, о борт судна разбили бутылку шампанского. Этот обряд провела первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной Думы России Валентина Терешкова. После спуска на воду «Комета» отправится в Крым для проведения испытаний на Черном море. Организацией перевозок на судах на подводных крыльях будет заниматься дочерняя компания завода, оператор «Морские скоростные пассажирские перевозки».